Так, значит, возвращаясь к серому Виши, он очень-очень у него легкая консистенция, вот такая, как у многих серумов. Очень легко распределяется, очень хорошо увлажняет этот серум. Не пробовала конкретно его в долгом применении, но мне кажется, что, как и крем, он будет очень хорошо увлажнять, потому что я пробовала крем с этой серии Акватермо, безумно не понравился, не закупоривал поры, абсолютно никаких ни прищиков, ничего, ни раздражения, ничего не было. И отлично, отличное увлажнение, вот поэтому я и решилась, что будьте на эту серию скидка. И вот решила, 16 паундов мне он обошелся, решила его приобрести. Безумно мне нравится эта серия и этот Брайт Виши. Также решила приобрести вот такие дешевенькие 3,49. Это такая пилинг, сахарный пилинг для тела. Люблю сахарные пилинги, не люблю соленые. Здесь вот такая тоже загружечка. И выглядит он вот так. Думаю, будет хороший. Это у меня вот такой какой-то от Тути Фрути персик и манго. Вот такой он красивый, яркий. У них всегда такие пилинги очень интересные. И вот такие частички. Ой, даже сейчас запахло прям. Вот видно, тут такие скрабирующие частички. Ммм, как вкусно пахнет. Такой жвачка прям. Ой, обалденно. Состав, конечно, отвратительный. То есть, если вы переживаете по поводу какой-то натуральности, то его здесь абсолютно нету. И просто, 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 просто ужасный-ужасный состав. То есть, если вы переживаете за состав, то не стоит покупать. Если вы не переживаете за состав, то вкусняшки. И крем для тела вот такой. Тоже от Тути Фрути. 3,29 стоя. Это киви и карамбала. Вот она. Тоже здесь такая вот заглушечка. И сам крем выглядит... Это даже не крем, это масло, я так понимаю. Да, масло. Вот такой он зеленый. Тоже вот с какими-то вкраплениями. Вот бодибаттер. Вот он, как и эти масла. Есть такие мелкие вкрапления. Ну, опять же, состав отвратительный, если вы ищете состав. Пахнет вкусненько-вкусненько киви. То есть, такие вкусняшки-вкусняшки. Но не по составу, а по запаху. Какую вот ароматерапию. Если хотите делать, то, пожалуйста. Дешево и хорошо. Ну, и последнее, это вот такие пробнички. Много-много разных пробничков я приобрела. Это вот решила попробовать. Пробник от Дорфин. Крем для лица. Был он в предыдущем журнале Алют. Вот решила приобрести и попробовать этот крем для лица. Выглядит он вот так. Белый такой. Немножко густоватый. Ну, вот попробую, расскажу в пустых баночках. И вот тут множество пробников. Это пробник для лица Лаприри. Так, что это у нас? Свис Айс Кристал Крем. То есть, крем для лица. Их я приобрела два, чтобы понять, нравится мне или нет. Оба они по 2 мл. Также в подарок мне дали эмульсию для лица с фильтром SPF 30 в 0,9 мл. Тоже от Лаприри. Также я заказала от Лаприри еще одну эмульсию с SPF 30 в 1 мл. Также я приобрела, опять же, два крема для лица, чтобы помять от Лаприри Скин Кавер. Вот такой крем для лица тоже в 2 мл. И с работой мне подружка подарила вот такие две маски для лица от Геомар. И, кстати, забыла сказать, как я приобрела вот такой от Сиана масочку. Вот такой мне дали красивый, такой красивый кулечек. Это органическая ампулированная косметика. И вот такой от Уфлет. Это знаменитые маски от Сиана. Маска Сиане я взяла. Сперечной мятой, мелисой, тысячелетником и миоксенолом. Янтарный ветер. Пять упаковок. Это, кто знает, эти альгинатные маски. Но их рекомендовано вообще сначала перед применением нанести активную ампулу. И потом уже смешать 30 грамм маски, потому что она в виде порошка. Нанести на все лицо. Оставить на 15-20 минут. И снять она будет как пил-офф такая маска. Ну, советую сразу же. Сразу же, вот как перемешали, сразу наносить. Не ждите, потому что она моментально высыхает. Ну вот, попробую, расскажу. Дадут мне или нет эта маска. Понравилась или нет. И какой эффект. Вот купила я эти самые ампулы. Их очень большое количество. Я взяла ампулы с гиалуроновой кислотой. Их здесь... Так, сколько их здесь? Так, здесь у нас 10 ампул. И вот сыворотку можно применять как самостоятельное средство. И можно наносить под маски. Вот так эти ампулы выглядят. Уже какие-то я дала на пробу подружкам. Так что вот здесь внутри нету. Остальные есть. Такие вот это ампулы. У них совсем чуть-чуть этой гиалуроновой кислоты. Если вы израсходовали и у вас что-то осталось, то оставшиеся положите в холодильник. И тут написано, что если какой-то будет осадок, то не переживайте, все в порядке. Это естественно. Ничего плохого в этом нет. Вот, кстати, вот надо перед применением флакон согреть в ладони и взболтать. Вот в таких 2 мл здесь 10 ампул. Опять же, вы выбирайте. Там есть многие витаминные коктейли. Очень-очень много. Какие можете выбрать. Ну вот, на этом, в принципе, все. Вы у меня еще в подарок мне привезли приправы с Турции и разные чаи. Наверное, чьи тоже нужно заваривать. Наверное, чьи я уже покажу в пустых баночках. Просто упаковочки, какие они были. И понравились они мне или нет. Потому что, в принципе, они у меня на кухне. Я их забыла взять. Ну вот, на этом. А, кстати, кстати, забыла вам показать. Конечно же, конечно же. Вот такой новый бальзамчик я купила от Guerlain Kiss Kiss. Это их такая новая, можно сказать, серия. У меня в цвете R329 Crazy Bucket. Это тоже в Дебенхамсе скидки 10%. И вот я решила пока скидки купить. Потому что я ее давно хотела. Так она выглядит. Белая. Это такой бальзам-помада. И вот в таком она красном цвете. Я еще одну планирую купить. Это уже, наверное, буду ждать опять, когда будут скидки. И куплю уже тогда другой цвет. То есть, вот из этой серии я две помады хотела. Вот эта первая. И потом еще одну куплю. Надеюсь, что цвет придастся хорошо. То есть, она кажется очень яркой. Очень пигментированной. Но на самом деле она далеко не такая. Она очень хорошо, кстати, увлажняет. Ну, особо ничем не пахнет. Так слегка приятный запах есть. Но совсем еле уловимый. И он такой вот именно с бальзамом. Поэтому не думайте, что цвет насыщенный. И он прям так ярко и пигментированно передастся. Далеко нет. Он вот такой легкий. Очень-очень-очень хороший в плане увлажнения действительно. И в цвете замечательная помада. Мне она безумно понравилась. И можно сказать, жду не дождусь, когда уже куплю другой тоже цвет. Потому что понравилась мне эта помада. Если подобрать для вас нужный цвет. Вот мне этот цвет понравился. И еще один. То могу рекомендовать. Ну, на этом все. Такие были мои покупочки за этот период. Спасибо всем за внимание. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok